Карандаш в руках Карандаш, гелевая ручка и маркер Попробуем выполнить упражнение ручкой Ее нужно держать не так, как при письме, а упираться мизинцем в лист, чтобы рука стояла уверенно Для начала попробуем просто делать параллельные штрихи Уменьшим размер штриха Попробуем сделать это быстрее Можно делать также длинные штрихи В зависимости от расстояния между штрихами получается разный тон Постепенно уменьшаем размер штриха Попробуем сделать пятно При переходе из одного штриха в другой Очень важно отрывать кончик ручки от листа Продолжим делать штрихи В воображаемой форме Делаем то же самое В другую сторону Постепенно из штриха переходим в пятно Чтобы увидеть разницу тона Это упражнение выполним карандашом В зависимости от твердости карандаша получается разный тон Например, если взять карандаш Т или H То получится более светлый тон Если взять мягкий карандаш, соответственно более темный Упражнение советую повторять регулярно, чтобы почувствовать уверенность в руке Можно чередовать размер и расстояние между штрихами Главное не забывать, что они должны идти параллельно Или максимально параллельно друг к другу Выполним то же самое упражнение маркером Им проще создать пятно Вторим длинные штрихи Перейдем в короткие Таким образом на листе у нас получается даже некоторая композиция Можно продолжить выполнять задания Все необходимые для этого урока материалы вы можете найти на нашем сайте www.allright.ru Продолжение следует...